Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня хочу с вами обсудить темку, немножко отойдем в сторонку от бизнеса, и поговорим с вами о том, почему нам всем важен фидбэк, обратная связь в виде благодарности, почему мы все время стремимся нравиться другим, и даже если мы это отрицаем, то так или иначе на этом построена наша жизнь. Итак, недавно совсем, многие из вас видели, что в одном проекте, в котором я принимала участие, была сказана такая штука, естественно, в перекрученной интерпретации, что дети якобы достигают своих результатов, мои в частности в спорте, для того, чтобы мама их любила. И мы смеялись, конечно, с многих вещей, обсуждали с моим супругом, и он мне сказал, ну послушай, а почему в этом обвиняют? Ведь мы все в детстве, с детства приучены к тому, что даже оценки мы зарабатывали для чего? Для того, чтобы папа с мамой порадовались, да, получили пятерку, и нас похвалили, там нам что-то купили. Почему? Потому что если мы не получили пятерку, то нас наругали. Соответственно, мы с детства все время стремимся нравиться и заслужить любовь родителей. Например, моя политика такова в отношении детей, что я не заставляю никогда делать домашку, я не заставляю учить предметы, которые ребенку неинтересны, потому что я до сих пор не знаю, зачем я учила физику, химию и еще ряд предметов, они мне неинтересны. Ну, зачем? Все то, что мы учим, например, и чем мы занимаемся только для того, чтобы получить оценку или похвалу, не имеет никакого смысла для нас в жизни. Я, например, была отличницей, но я не знаю половину предметов, потому что я помнила их ровно, вот знаете, пока тему по алгебре учишь, я ее помню. Но потом проходит время, и все, я уже не помню, как работает эта формула, потому что я это делала для оценки, для того, чтобы были довольны даже не мои родители, потому что меня тоже не заставляли учиться, а мои учителя, и я сама, потому что, ну, вот такая по жизни немножко кончита в этом отношении, все время самой себе надо было что-то показывать и доказывать. Естественно, эта модель сохраняется, но заметьте, в ней же есть и хорошее. Ну, вот, например, представьте себе, что ваш мужчина, хотя тут может быть и подружка, и ваша мама, и кто угодно, дарит вам подарок. Почему они это делают? Они идут, покупают, например, какой-то классный вам подарок, мужчина там покупает вам машину, к примеру. Не важно, это может быть браслет, это может быть заколка, это может быть шоколадка. Он вам покупает, а вы такие, а, да, спасибо. Можете вы себе представить, что мужчина, делая вам какой-то подарок, который он подумал о вас, он о вас позаботился, он просто сюрприз вам сделал. Когда он получает такую реакцию, можете ли вы себе представить, что ему захочется делать это еще вновь? Или, можете ли вы себе представить, что ему от этого не станет неприятно, и он не подумает, на хер я вообще это делал? Естественно. Поэтому любая женщина знает, прекрасно, умная и мудрая, что любому мужскому подарку нужно радоваться. Во-первых, потому что реально не все их дарят. Во-вторых, потому что это прежде всего признак внимания. Для меня, например, неожиданно полученная шоколадка, это всегда сюрприз, потому что я совершенно не ожидала, а человек позаботился. Он хотел мне сделать приятно, доставить мне какую-то радость, тем более, если он сделал мне какой-то другой подарок на любой праздник. И даже, поверьте, если он мне не понравится, если я посчитаю, что это не мой любимый цвет, я никогда в жизни не скажу этого человеку, потому что это глупо. Человек хотел тебе подарить радость, он ожидает получить сейчас взамен какую-то благодарность, да, типа вау. Вот представьте себе, давайте обратку, вы своей подружке решили сделать какой-то классный подарок, платье. Вы, например, смотрите, что у нее в гардеробе нету платьев красивых, и вы думаете, я ей подарю классное платье. И вы заморачиваетесь, вы ходите, вы его выбираете, вы долго как бы живете этом. И вот вы ей дарите подарок, естественно, ожидая, что сейчас будет радость, и вам от этого будет хорошо. И она на это никак не реагирует. А потом еще берет и говорит, например, вот сука, блин, специально мне подарила такое платье, чтобы подчеркнуть мою ущербность. Что? Увы, это реальность. Поэтому, возвращаясь, мы так или иначе всегда стремимся и желаем получить какую-то обратку. Когда мы делаем свое дело хорошо для клиента, например, да, я оказываю услуги, я ожидаю от клиента получить благодарность и сказать, Оль, спасибо тебе большое. Иногда это сильно важнее финансов. Поверьте мне, я занималась очень долгое время свадьбами и знаю, что сообщение на утро, полученное от клиента, спасибо, это было лучшее там, или это была идеальная свадьба, это, блин, вообще, ты просто готов его расцеловать, обнять и так далее. То есть, это очень крутая эмоция. Поэтому говорить о том, что наши дети, например, заслуживают нашу любовь, да, они заслуживают, и мы все ее тоже заслуживаем. И в этом, как мне кажется, нет ничего ненормального, но есть другая сторона. Вот об этом надо поговорить, и об этом нужно думать, когда мы хотим заслужить эту любовь, что естественно, да, ну, мы просто хотим, вот, вот, да, мама, я для тебя сделала, а ты говоришь, ты знаешь, детка, ты сегодня была недостаточно хороша, или ты знаешь, ты получила второе место, или ты знаешь, ты там получила 25-е, или ты была кривая. Вот это, конечно же, травма, точно так же, как когда вы говорите, а я не люблю этот цвет, а зачем ты подарил мне этот подарок, а ты нахера мне подарил эту шоколадку, ты, блин, не знаешь, что я села на диету. И вот эта история как раз и является гораздо более каличной, нежели то, что мы пытаемся заслужить чью-то любовь. Мы все пытаемся, это нормально. Я, например, как мама, для меня это очень сложная тема, потому что мои дети перфекционистки, в частности, больше старшая дочь, чем младшая. Младшая относится ко всему легче, но она берет пример уже со старшей. Со старшей я очень много общаюсь, потому что я с этим живу, и это очень сложная история. До старшей я очень много общаюсь на тему того, что самое ключевое, что мы можем делать, это расти над собой. Это не соревноваться со всем миром, не пытаться, а расти, если тебе нравится это делать, то ты должна, не то, что должна, но интересно, когда ты на чуточку каждый раз становишься лучше, чем ты была. Вот и все. Если у тебя что-то не получилось, это просто вопрос недоработки, значит, нужно сделать больше, так говорят наши тренеры. Сделай сто раз, и у тебя получится. Безусловно, в мире существует очень много, даже на тех же соревнованиях по художественной гимнастике, я вижу тренеров, которые орут, там, ты тупая дура. Ну, поверьте мне, если бы кто-то на моего ребенка такое сказал, он бы очень сильно об этом пожалел. И для меня вообще вырастить каких-то, знаете, детей-достигаторов, нет, конечно, нет. Для меня самое главное, чтобы мои дети были счастливы. Ну, что я вам хочу сказать по поводу истории о том, что вот нужно или не нужно в детстве трогать детей. Я замечаю такую интересную особенность, что люди, которые в детстве, в раннем возрасте не определились, которые не научились быть целеустремленными, они точно такими же вырастают, и они очень сильно от этого мучаются. И мало того, когда ребенок с детства приучается, да, вот, например, дисциплине в спорте, что для того, чтобы что-то достичь, они над этим много трудятся и работают, дисциплинированно, постоянно. То есть это жесткий график тренировок, ну, относительно жесткий, но как бы им нравится. Самое главное, что им эта жесткость нравится, они сами в ней зачем-то живут, хотя я миллион раз говорила об этом с Алисой, что нужно попуститься и быть сильно легче. Но это ее пока что выбор. Так вот, что я вам хочу сказать, что потом человек заканчивает обучение, там, институт, школа, институт, и он считает, он не умеет ни на какой результат работать, ни на какую цель концентрироваться совершенно. И он не знает во взрослой жизни, что делать. Он считает, что ну как, вот я был свободным, вот я выбирал, теперь я могу точно так же прийти на работу и точно так же быть свободным. В смысле мне ставят какие-то показатели? В смысле я должен выдавать результат? Нет, платите мне деньги, у меня же диплом есть, я же учился. И вот такие, простите, превращаются тупорылые создания потом, которые сидят и критикуют всех остальных, и говорят, о, вы типа достигатор, вы всю свою жизнь положили. Но это люди совершенно не приспособленные к жизни. Некоторые из них даже не понимают, что это страдание, некоторые страдают и ходят на эти бесконечные курсы, что-то пытаются с собой сделать, ковыряются в этом всем, и так ничего не могут делать. Поэтому если вы родители или собираетесь, я надеюсь, когда-нибудь им встать, подумайте об этом, что нужно дать своим ребенкам, детям максимальный выбор. Я, например, своих детей проводила на все кружки, которые можно было придумать. И когда стал вопрос того, что нужно на чем-то останавливаться, потому что везде с возрастом графики становятся, ну, людям как бы больше уделяют внимания, да, маленький ребенок, ему там 40 минут, он больше не может просидеть, иногда даже меньше на каком-то занятии. А потом начинают тренировки становиться больше. И ребенок уже сам начинает, ты у него спрашиваешь, ты там на танцы пойдешь или на плавание? Он такой, на танцы ты, хорошо. Потом у него там еще был большой теннис, у меня, например, у Алисы были, там какие-то шахматы были, лепки были, рисование было, короче, куча. И ребенок таким образом потихонечку говорит, нет, я хочу там заниматься гимнастикой. И к чему-то приходит. Поэтому помогайте своим детям определяться, помогайте в этом, наблюдайте за ними. Многие гимнастки очень рано заканчивают карьеру, потому что там им надоедает. Но поверьте, они получают офигенное тело, они получают собранность, они получают концентрацию, они получают тот багаж, на котором они дальше могут строиться. Больные люди есть везде, не обязательно чем-то заниматься в детстве или не заниматься. Но безалаберность, без неумения концентрироваться, неумение ставить в жизни какие-то хотя бы маленькие цели свои, непонимание, чего ты хочешь, наносит гораздо больше урон. Очень интересно узнать ваше мнение. Жду от вас комментариев, жду вашу позицию. Не забывайте подписаться на канал. Спасибо, что меня смотрите. И не забывайте, что в инстаграме я выхожу в эфиры еще чаще. Всем пока.